Злоумышленнику не составит труда узнать, в какой квартире и на какое время не будет хозяев. Взломать замок – дело пара минут. И после злоумышленник уже спокойно орудует в чужом жилище. Берет все ценное, что попадется под руком телефона, ноутбуки, украшения. Главное – не оставлять все ценности на виду. Эксперты советуют не хранить в квартирах большую сумму денег в кошельках или конвертах. Лучше всего сейфы скрытого или открытого типа. А еще лучше позаботиться о своем жилье заранее. Превентивные методы – это установка видеонаблюдения, установка локальной сигнализации непосредственно с выводом на мобильные устройства, повысить техническую укрепленность, то есть установка решеток на окнах, установка дополнительных запорных устройств на двери. Можно укрепить и окна незаметными, но крепкими задвижками. Воры, как рассказали в ведомстве, могут проникать в квартиру и таким способом. Опытный грабитель проводит в квартире не более пары минут. Его сложно задержать на выходе. Эксперты говорят, что можно поставить свою квартиру под охрану. Новый год – это всегда отпуска, всегда отдых, всегда убытие со своих мест постоянного проживания, времяпровождения и время для людей, которые хотят этим воспользоваться. Для того, чтобы безопасить свое жилище, рекомендую обратиться в отдел неведомственной охраны в любом месте Рязанской области для заключения договора. Время прибытия сотрудников неведомственной охраны, по словам Дмитрия Попушая, от 3 до 7 минут. За 2018 год они произвели 230 задержаний. Какой способ охраны своей квартиры выбрать, каждый пусть решает сам. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.